Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Давайте помолимся, чтобы, входя в воду для крещения, на иврите это называется Миквах, а вы встретились с живым Богом так же, как Иисус. Когда Иисус вошел в воду, чтобы креститься, а затем вышел, на него видимым образом сошел дух живого Бога. И Иисус услышал голос Отца, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Сейчас мы поговорим о том, что это не просто ритуал, а переживание живого Бога. Иисус очень многое принял, когда крестился. Бог Отец, во имя Иешуа, мы просим Тебя прийти сюда. Ты сказал, что если мы попросим Твоего Духа, Ты не дашь нам что-то другое. Нам нужно просить у Тебя Твоего Духа, и Ты дашь нам его просто и без упреков. Бог Отец, я знаю, что люди, которые собрались со мной сегодня, уже в предвкушении и ожидании. Кто-то приехал издалека, горя желанием креститься во имя Иисуса в тех же водах, в которых крестился Ты, Царь Иисус. Мы пришли сюда, Бог Отец, в предвкушении Твоей славы. Я прошу Тебя сейчас запечатлеть этот момент в жизни Твоих сыновей и дочерей, которые собираются погрузиться в воду и креститься во имя Иисуса. Аминь. Размышляя о крещении, мы чаще всего видим в нем традиционный христианский ритуал. Однако крещение уходит корнями в иудаизм. В иудаизме это называется «окунуться в воду меквах». Мы знаем, что крещение было важно даже до того времени, когда люди стали креститься во имя Иисуса. В Евангелиях мы читаем об Иоанне Крестителе, который крестил в этой самой реке. Люди приходили к Иоанну креститься не во имя Иисуса. Они еще не знали, кто такой Иисус. Они приходили креститься в покаянии. Это было крещение покаяния. Обратите внимание, что процесс крещения существовал еще до того, как люди стали креститься во Иисуса. Возлюбленные. Понимание, что означало крещение для иудеев до прихода Иисуса, поможет нам в полной мере осознать, что значит креститься во Иисуса. Другими словами, понимая иудейские корни крещения, мы сможем лучше понять, что означает крещение во имя Иисуса. Хочу начать с самой первой книги Библии, книги бытия. С самой первой главы и самых первых стихов. На иврите эта книга называется «Бершит», что значит «начало». Мы откроем первую главу книги бытия и поговорим о загадочной природе о воды. Писание говорит нам, что тот, кто покается, крестится и будет верить во Иисуса, будет спасен. Это сказано о водном крещении. Что же символизирует вода в Писании? Напомню, что я читаю из первой главы книги бытия. Тут сказано «вначале сотворил Бог небо и землю». А теперь слушайте внимательно. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. В самом начале был только Бог. Вначале Бог сотворил небо и землю. В начале был только Элухим. И первое, что мы видим в Писании, как Дух Бога, Элухим, носился над водой. Что мы видим в самом начале сотворения? Мы видим Дух Божий и воду. Больше ничего. Давайте посмотрим еще раз. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Элухим, Дух Божий, носился над водой. В начале сотворения мы видим только Дух Бога и воду. Это очень важно, потому что мы исследуем, что значит погрузиться в воду. Далее в Бытии сказано. «И сказал Бог Элухим, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». До этого были только Дух и вода. А затем Бог сказал, в первой главе, в шестом стихе. Давайте разделим воду. «И сказал Бог Элухим, да будет твердь посреди воды. Я хочу, чтобы вы еще раз увидели эти слова. И да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Опять же, это самое начало сотворения. Дух Божий, Дух Бога Элухим, двигался, носился над водой, а затем Бог разделил эти воды. Ну и теперь мы посмотрим с вами девятый стих. «И сказал Бог Элухим, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». Что же сделал Бог? Он собрал всю воду вместе, и из этой воды появилась суша. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». «И стало так. Я хочу, чтобы вы были внимательны». И назвал Бог сушу, землей, а собрание вод назвал морями. Обратите внимание, вначале мы видим только Дух Божий над водой. Затем Бог Отец разделил воды через Царя Иисуса, который есть Слово. Бог творил все Словом. Помните, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога. И все, что начало быть, начало быть только через Него, через Иисуса. Бог Отец разделил воды. А затем из воды появилась суша и стала землей. Место рождения мира — это вода. Суша появилась и из воды. Другими словами, под словом «Земля» мы чаще всего подразумеваем сушу. На самом деле, мир на две трети состоит из воды. Большая часть земного шара покрыта водой. Две трети его поверхности — это вода. Бог разделил воды, после чего из воды появилась суша. Так что вода — это утробы всего творения. Вначале был только Дух Божий и вода. Не забывайте об этом. Затем Бог явил из воды сушу. Вода стала утробой всего творения. И все появилось и из воды. Суша появилась и из воды. Суша родилась из воды. Это важно, потому что это напрямую относится к тому, что сегодня вы собираетесь погрузиться в воду, утробу всего творения. И выйдете вы из воды, уже рожденные свыше, преображенные. Вода, возлюбленные мои, это символ Духа Живого Бога. Вернемся к нашей программе. Мы продолжаем. Обратите внимание на вторую главу Бытия. Бог сотворил человека и поместил его в Эдемском саду. Послушайте, что там произошло. Бытие 2 глава, 10 стих. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Из Эдема выходила река, и эта река давала жизнь всему творению. Послушайте еще раз. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Обратите внимание. Вся вода, которая была на планете, брала начало в Эдеме, в одной реке, которая затем разделялась на четыре реки. Вся вода, которая текла по рекам и каналам, брала начало в Эдеме. Запомните, что в мире нет никакой новой воды. Вода, в которой вы сейчас находитесь, вода, в которой я стою, и вода, в которой вы будете креститься, вода Миквах, это та же вода, о которой сказано в первой главе Бытия. Это та же вода, из которой формировалась суша. Человек во многом состоит из воды. Вода, в которой мы находимся, та же вода, из которой состоял Адам. Ничего нового нет. Вы окунаетесь в воду, которая существовала в самом начале Творения. Вы возвращаетесь в утробу Творения, и выходите из этой воды новыми, возрожденными творениями. Еврейская Библия была написана на иврите, потому что Бог Всевотворения общался с еврейским народом, народом Израиля. Когда пришел Иисус, исполнился план Отца, о котором было сказано Авраам. А Бог сказал Аврааму вот что. «В твоем семене благословятся все народы земли». Павел пишет, что Иисус пришел и стал тем самым семенем, о котором говорил Бог, пообещав благословить весь мир. Иисус — то самое семя. В Новом Завете Иисус уже пришел. Пришло время, когда Бог Отец мог благословить весь мир. Иисус — то семя, через которое Бог благословит весь мир. Новый Завет написан на греческом, поскольку в мире времена Иисуса этот язык был самым распространенным. Мы говорим об иврите и еврейской Библии, потому что Бог Отец общался с еврейским народом и говорил с ними на их языке. Пришел Иисус, и настало время обратиться ко всему миру, поэтому Новый Завет написан на греческом, самым распространенном в то время языке. Греческое слово «баптизма», которое звучит в Библии, это производное от еврейского слова «миквах». Важно, что в древних синагогах в Израиле, которые существовали еще во времена Иисуса, сначала строили водоемы для крещения, «миквах», и только потом возводили саму синагогу. Это очень важно. Поэтому Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вода — это утроботворение. Когда вы погружаетесь в воду, вы расстаетесь с грехами. Чтобы водоем для крещения был кошерным, чтобы крещение было кошерным, вода должна соприкасаться с землей. Когда я получил спасение более 30 лет назад, меня спросили, «ты крещен?» Я ничего не знал о крещении. Я знал лишь то, что Иисус явился ко мне в видении, открыл мне себя и спас меня. Я всем об этом рассказывал. Но проповедник спросил меня, «А ты крещен?» Я сказал, «Нет». Он отвел меня в чей-то дом и там крестил меня во имя Иисуса в пластиковой ванне. Да, это было прекрасно, но поймите правильно, есть самый лучший способ креститься в воде, которая соприкасается с землей. Почему? Потому что вода, соприкасающаяся с землей, имеет символическое значение. Мы погружаемся под воду и хороним свои грехи под землей. Сегодня мы будем погружать всех в воду с головой. Мы не будем опрыскивать вас, в этом нет смысла. Никакое опрыскивание не даст переживания Иисусу. Это радикальное изменение, радикальное крещение. Поэтому мы погружаемся под воду полностью, в знак того, что вся наша прошлая жизнь покрыта и завершена, а наши грехи погребены. Подумайте, кто может дышать под водой? Никто. Мы задерживаем дыхание, словно мы мертвы. Когда вы мертвы, вы не дышите. Мы погружаемся под воду и перестаем дышать. Это символизирует смерть для нашей прежней жизни, ее конец и похороны всех наших грехов. Библия говорит, что теперь наша жизнь сокрыта в Боге. Все старое прошло, теперь все новое. Мы становимся новым творением. Когда мы погрузимся в воду, наши грехи будут погребены под землю. Точно так же в земле хоронят мертвого человека. Затем мы появляемся из воды, как новое творение, живые, воскресшие из мертвых со Христом. Я расскажу вам еще несколько концепций, взятых из еврейской Библии, которые лучше раскроют эту мысль. Читаем ли мы что-то о крещении в еврейской Библии? К примеру, мы читаем о женщине, которая была нечиста. Что делала такая женщина? Она шла к водам Миквах. Так на иврите называется вода для крещения. Мы понимаем, что крещение, которое уходит корнями в еврейскую Библию, было связано с очищением. Когда вы шли к воде Миквах, это было символом того, что ваши грехи смываются. Вы выходите очищенным, непорочным, святым перед Богом во Христе Иисусе. А сейчас послушайте внимательно. Не измеряйте себя своими грехами. Если вы будете измерять себя своими грехами, вы не сможете подняться выше своих грехов. Иисус омыл ваши грехи и дал вам совершенно новый стандарт. Вам нужно смотреть на себя по стандарту Его праведности. Ваши грехи были погребены и омыты. Вы уже не под их властью. Вы воскресли для новой жизни в Его праведности. То, что вы совершили в прошлом, не должно отягощать вас. То, во что вы верите, как ведете себя, как воспитываете своих детей и внуков, не зависит от того, кто вы и что совершили. Во кресте Иисусе у вас новая жизнь. Теперь Он — то мерило, по которому нужно себя мерить. Вы праведны во Иисусе. Также мы читаем в Еврейской Библии, что назначенного первосвященника омывали в воде от макушки головы до подошвы ног. Это символизировало освящение, отделение для Бога. Когда вы погрузились в воду, а затем вынырнули, это тоже символ освящения. Теперь вы святы и отделены для Бога. У вас новая судьба, новое будущее, новая личность, новая цель. У вас новая судьба во Христе Иисусе. Апостол Павел писал, не потому, чтобы я уже достиг, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Выйдя из воды, больше не грешите. Пусть на вас не будет никакого осуждения. Если вы все же согрешите, то обратитесь к Богу. Библия говорит, если мы грешим, у нас есть заступник перед Отцом, праведник Иисус Христос. Если мы исповедуем наши грехи, Он очищает нас от всякой неправды, и мы продолжаем побеждать и идти вперед. Это не оправдывает грех, это признание того, что мы стали праведными во Христе. Те из вас, кто действительно всем сердцем стремится к Богу, всегда будут праведны в Нем. Когда мы падаем, Он очищает нас сразу, как только мы в этом признаемся, и мы продолжим идти на гору ко все более высоким уровням победы в Нем. Ближе к концу Библии мы тоже видим воду. Мы видим воду в Новом Иерусалиме, небесном Иерусалиме, и читаем об этом в последней главе Нового Завета. В 22 главе Откровения есть описание Духа Божьего, обитающего на небесах, и реки, текущей с трона Бога и Отца. Вот что сказано в Слове Божьем. Иоанн описывает то, что он видит в Новом Иерусалиме. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агонца». Подумайте вот о чем. В самом начале Бог поселил Адама и Еву в Эдемском саду. Из этого сада текла река, которая давала жизнь всему творению. Вода, которая течет здесь, это та же вода, которая текла в Эдеме. Мы видим этот же символизм в Новом Иерусалиме. Реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агонца. Вода — это символ жизни. Вода — это сила, которая дает жизнь. Мы воссоединяемся с жизнью Бога благодаря воде Миквах. А воды Миквах символизируют жизнь Иисуса. Он сказал, кто верует в Меня, у того есть чрева. Потекут реки воды живой. Когда вы будете погружаться в воду, ожидайте, предвкушайте, что вас насытит и наполнит собою Дух Святой. Ваша плоть будет насыщена Духом Живого Бога. Жизнь Иисуса сверхъестественным образом наполнит вас через веру, когда вы войдете в воду для крещения, в воды Миквы. Когда вы будете выходить из воды Миквы, подумайте вот о чем. Иоанн крестил Иисуса в этой же реке Иордан, где вы тоже будете креститься. Когда Иисус вышел из воды, Дух Живого Бога, видимым образом, сошел на Него в виде голода. Иисус услышал голос Отца. Отец сказал Ему, «Ты мой возлюбленный Сын. В Тебе мое благоволение. Ты мой возлюбленный Сын». Я говорю на жизнь каждого из вас сегодня во имя Иисуса от имени Отца. Каждый из вас избранный. Каждый из вас возлюбленный Сын Божий. Каждый из вас возлюбленная дочь. И Бог радуется вам. Он сотворил вас по своему образу и подобию. Он видит в вас красоту. Он видит в вас Иисуса Христа. Надежду славы. Он желает, чтобы, выйдя из воды Миквах, вы возлюбленные. Приняли Его любовь и утвердились в ней. Вы так драгоценны для Него. Вы Дитя Божие. Отец сказал Иисусу, «Ты мой возлюбленный Сын. В Тебе мое благоволение». Он говорит и каждому из вас сегодня на этом месте. «Ты – мое возлюбленное Дитя. В Тебе мое благоволение». Вам дано все изобилие любви Небесного Отца. И теперь вы – Дитя Бога, во имя Господа Иисуса Христа. И так будет до конца ваших дней. Я благословляю вас именем Бога. Шалом. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». «I want to thank you for your ministry. We have been going through an oppressive trial right now and have been exhausted. I found your show and had tears flowing as the Holy Spirit filled me through your message. Your ministry was used as an encouragement regarding faith and prayer. My heart is beating, and I am tingling from head and toes after seeing each message on prayer». «Thank you for reminding me what God can do». Anonymous. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Так благословляй народ Израиля, провозглашай над ними. «Яхве да благословит вас и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, и да даст вам Яхве свой мир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог Отец, да продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом! Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем. И вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать, «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. И если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно. Потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цели. Мы послы Господа Иисуса Христа. И нам нужно что-то делать, чтобы подготовить мир к Его возвращению, проповедуя Евангелие. Когда вы поддерживаете Меня и это служение, то так вы участвуете в подготовке атмосферы для возвращения Господа Иисуса. Иисус сказал, что Он вернется, когда Евангелие будет проповедано до краев земли. Люди все больше и больше осознают, что сегодня нельзя ни на что положиться. Все вокруг нестабильно. Все системы рушатся. Правительства распадаются. Экономические системы рушатся. Рушатся также, к сожалению, и моральные устои. Единственная стабильная вещь – это наш Бог. Он – наша скала. И я прошу вас поддержать Меня в проповеди Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Возлюбленные, Иисус рассчитывает на нас с вами. Мы Его уста. Помните, Иисус сказал, «Вы будете Мне свидетелями до самого края земли». И я прошу вас поддержать Меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Равина Шнайдера